Добрый день, любители радиоправляемых моделей. Третья часть обновленной И-153 Чайка. Приступаем к обшивке фюзеляжа. Обшивки здесь достаточно много и она достаточно хитрая будет. Поэтому смотрите внимательно и пошагово повторяйте наши действия. Прежде чем обшивку приклеивать, нам нужно ее подготовить. Стык промазываем клеем и соединяем края. Клея наносим без пустот, без пропусков. Клей хорошенько распределили по поверхности. Ждем пока он подсохнет. За это время нарезаем кусочки скотча для соединения этих деталей. И также еще один момент. Этот участок по центру нужно проклеить также скотчем. Проклеиваем посередине так, чтобы именно осевую линию перекрыть. Изгиб обшивки здесь достаточно сильный, поэтому если не усилите, не проклеите поверхность, пенопласт по этим выемкам может и сломаться. По мере готовности клея на стыках кромки снова плотно прижимаем и начинаем постепенно скотчем прихватывать. Вот край прижали, кусочек прихватили. Так нам нужно подготовить все сегменты обшивки. Это самый маленький хвостовой. Здесь всего два стыка, на других деталях этих стыков побольше. Теперь промазываем клеем верх фюзеляжа и осевую линию на обшивке. Клей распределяем ровным слоем. Гарантированно у нас перекрывается таким образом весь участок, который нужно проклеить. И пока верх подсыхает, промазываем борта до нижнего стрингера. При промазке стрингеров также внимательно на края бауденов. Теперь внимательно выставляем обшивку по меткам. И здесь обшивка у нас уже должна держаться за счет хорошо просушенного клея. Переворачиваем модель и подгибаем обшивку по бортам. Хорошенько прижимаем ко всем элементам каркаса. Обязательно проконтролируйте этот момент. Клей распределите поровнее, быстрее высохнет. По мере готовности клея обшивку начинаем подтягивать и плотно прижимаем к элементам каркаса. Снова симметрично подгибаем оба борта. Теперь подтягиваем заднюю кромку и скотчем затягиваем. Сейчас подгоняем стык обшивки в нижней части фюзеляжа. Срезаем так, чтобы с внутренней стороны снялось чуть больше, чем по внешней. Теперь промазываем остатки каркаса клеем и не забывайте про края обшивки. Кромочку можно промазывать только на одной из половин. Плотно поджимаем и в натяжку, буквально с хорошим таким усилием, проклеиваем. Ну и готовим следующий сегмент. Проклеивать лучше последовательно. Вот сперва заднюю метку совместили, также кусочком скотча ее зафиксировали и плотно прижимаем обшивку, начиная от задней кромки. И также плотно начинаем затягивать обшивку вокруг шпангоутов. Особенно сложные участки в районе горгрота. Здесь есть небольшой переход по высоте и обшивку надо очень внимательно, очень плотно подтягивать. Сразу же фиксируем торцы обшивки на шпангоутах. Также плотно подтягиваем обшивку к предыдущему сегменту. Проверяем по вертикальному ребру, не пошла ли крутка. Пока клей полностью не схватился, еще что-то можно вывести будет. Все отлично. Сводим края стыка и проклеиваем кромку с таким расчетом, чтобы подтянуть к предыдущему сегменту. На длинных стыках желательно проклеивать скотч в шахматном порядке. Один кусочек слева направо, другой справа налево. И дополнительно в нижней части подтягиваем край обшивки к шпангоуту. Ну что ж, половина фюзеляжа у нас обшита. В следующий раз мы закончим уже с обшивкой носовой части каркаса. Но на этом работа с фюзеляжем еще не закончится. Нужно будет склеить горгрот, нужно будет капотную часть до ума довести. Так что работы здесь еще много. На канале YouTube у нас размещаются только короткие нарезки основных моментов сборки. Если вам требуется посмотреть более подробную версию, сделать вы это можете в нашем центре развития моделизма. Ссылочка будет в подсказках в правом углу экрана. Переходите, регистрируйтесь, смотрите подробные пошаговые видео уроки и собирайте модели вместе с нами. А на сегодня я с вами прощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте про наши социальные сети, группа ВКонтакте самая активная. Также для вас работает форум, есть интернет-магазин, где вы можете приобрести как готовые модели, так и комплектующие для них. Ну а самое главное это центр развития моделизма, место где собирается информация от самых АЗОВ и до сборки больших и сложных моделей копий. Все проекты с подробными пошаговыми видео уроками, вся информация рассортирована, разложена по полочкам, искать ее удобно. В общем сделано все, чтобы вы могли спокойно и безболезненно войти в наше хобби и заниматься любимым делом. Будьте с нами, смотрите нас. До свидания. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ждите новых видео. До встречи! Играем по-взрослому! Субтитры сделал DimaTorzok